Байден все же будет участвовать в предвыборной гонке, несмотря на провальные дебаты. США отправляют еще больше ракет в Украину. Российские чиновники оплатили убийство бывшего летчика, который в прошлом году угнал вертолет Ми-8 из России в Украину. А в Белгороде теперь блэкаут. Это новости сегодня. С вами Карина Клышун. Приветствую вас. Несмотря на провальные дебаты, Джо Байден таки принял окончательное решение. Он таки будет участвовать в предвыборной гонке. Напомним, что после дебата много экспертов призвали демократов поменять свою кандидатуру на пост следующего президента США. Но Байдену эта идея, как видим, не очень. CNN сообщает, что принять окончательное решение президенту помогла его семья. Первая леди Джил Байден, сын Хантер и внуки собрались в президентской резиденции Кэмп Дэвид на ранее запланированную встречу и призвали президента продолжать борьбу за переизбирание. Но в то же время, согласно соцопросам, 72% американских избирателей после президентских дебатов считают, что когнитивное и ментальное здоровье Джо Байдена не находится на уровне, который позволил бы ему работать на посту президента США. Но пока до выборов есть еще время, США продолжают давать оружие Украине. Там готовятся отправить в Украину очередной пакет военной помощи. Его оценивают в 150 миллионов долларов, а значит, это довольно солидное количество военной техники и боеприпасов. Пока точно неизвестно, что именно войдет в список, но авторитетные СМИ сообщают, что Америка передаст артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО «Хавк». Что из себя представляет комплекс «Хавк» и что еще ожидать от американцев? Смотрите далее. Новый пакет военной помощи едет в Украину. В этот раз Украине снова помогает Америка. Вашингтон предоставляет Киеву военную помощь на сумму 150 миллионов долларов. Этот пакет помощи идет по механизму, известному как Presidential Drawdown Authority. То есть президент США лично решает, какое оружие передавать союзникам из государственных военных складов. Это не конкретно для Байдена, это общее право всех президентов. И в принципе, всю эту эпопею Drawdown Authority мы и видели последние полгода. Все эти большие так называемые пакеты, то, что там 50 миллиардов, 60 миллиардов, три пакета таких были приняты, это установление лимита для Drawdown Authority. По такому принципу похожих пакетов военной помощи было уже 44. То есть в среднем почти по два пакета за один месяц. Сейчас примерно каждый месяц выделяется помощь. Обычно несколько сот миллионов до миллиарда каждый месяц предоставляется помощь в рамках этих полномочий, но в рамках того лимита, который был установлен Конгрессом после очень длительных дебатов. Этот очередной пакет, как и предыдущие, будет включать в себя то, о чем в основном просило высшее руководство Украины – артиллерия и защита неба. А средства ПВО – это наш приоритет. Тут речь идет о том, что действительно удары, российские воздушные удары, они стали чувствительными. Запас прочности энергетики, он уже исчерпан при предыдущих ударах, поэтому надо лучше защищать. Следовательно, Вашингтон решил передать Киеву ракеты ПВО. США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО «ХАУК». ХАК – это ЗРК среднего радиуса действия. Система не новая, даже, можно сказать, старая. Она старенькая, но она столько раз модернизировалась и использовалась в стольких войнах, что она очень будет полезна, если ее есть достаточное количество и для приближенных к фронту операций, и для защиты инфраструктуры каких-то объектов. Но, несмотря на это, ХАК до сих пор держит на вооружении много стран НАТО. А это значит, что оно эффективно. В основном, это, я думаю, вот такая вот авиация, которая подлетает с бомбовой нагрузкой, не залетая на свободную территорию, и вот где-то там с 10, 20, 30, 40 километров сбрасывает ракеты и кабы. В прошлом году Украина получила несколько установок ХАК от Испании и Швеции. Разворот такой системы не занимает много времени, поэтому россияне не могут определить их место размещения. Отсюда логичный вывод. Установок ХАК в Украине много, а вот боеприпасов к ним нужно побольше. Это ракеты для тех пусковых установок, которые мы имеем, чтобы они работали больше, эффективнее и с более широкой географией. Скептики могут заявить, что отправка в Украину оружия может быть связана с политическими дебатами в США, которые состоялись несколько дней тому назад. Но это не больше, чем выдумка. Я думаю, это не дело, это не вопрос какой-то задержки. Просто появились ракеты, обмодернизированные именно для этих испанских и шведских пусковых установок. Вот они и идут на фронт, потому что это зависит от дронов и авиации с кабами, российской авиации с кабами, а не от дебат. Ракеты КЗРК ХАК и другие элементы нового пакета военной помощи от США будут поставлены в Украину в ближайшее время. Затягивать некогда. Громкое убийство бывшего летчика, который в прошлом году угнал вертолет Ми-8 из России в Украину, оплатили российские чиновники из Вены. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, Австрия является европейским центром для планирования и совершения операций российских спецслужб. Более подробнее о деятельности ФСБшного хаба в Европе далее в нашем сюжете. Логово шпионов. Вена становится центром российского шпионажа. Так начинается заголовок статьи крупнейшего американского издания Wall Street Journal. Австрия находилась в зоне советской оккупации. Поэтому, соответственно, с момента советской оккупации 1945 года на территории данной страны крайне сильные тенденции и влияние уже российской стороны, российских спецслужб и, соответственно, российской дипломатии. За последние годы в Австрии число так называемых российских дипломатов увеличилось до пяти сотен. Именно через эту страну сейчас идет активная вербовка новых агентов, финансирование убийств, диверсий и саботажа в странах ЕС. Российская сторона использует закрепленную в конституциях данной страны нейтральность, статус государства. Причем следует отметить, что опять-таки стоит вопрос о том, что Австрия – одна из немногих стран Европы, которая сохраняет торговые отношения с Российской Федерацией. Более того, для своих нужд Австрия продолжает закупать российский газ в объемах до 60-10%. Спецслужбы РФ продолжают успешно использовать зависимость европейских стран от российского газа. Вот эти, кстати, так называемые экономические контракты используются российской стороной для откровенного момента лоббирования своих политических интересов. То есть речь идет о коррупции австрийских политиков. Ни для кого не секрет, что в принципе российские спецслужбы используют «Газпром» как, скажем так, легальный вариант проведения оперативных мероприятий на территории европейских стран. Еще одна из причин, почему Австрия стала хабом для российских шпионов – это ее законодательство. Точнее, сотрудники ФСБ под прикрытием формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии. Одно из направлений деятельности российских спецслужб на территории Европы – это так называемые центры сотрудничества, которые действуют под крышей российских культурных центров, российских сотрудничеств. И возглавляет кадровый российский журналист и, соответственно, сотрудник специальных служб. Именно под прикрытием действия Росцентра, так называемых, еще раз подчеркну, центров российско-австрийской, российско-немецкой, российско-итальянской дружбы, фактически осуществляется агентурная работа на территории данных стран. Ну и второй – это фонд народной дипломатии имени Горчакова. Ну а денег на деятельность своих спецслужб за рубежом Россия никогда не жалеет. Через данные фонды осуществляется финансирование как политических партий на территории Австрии и других европейских стран, так и, соответственно, выделяются деньги на проведение так называемых культурных мероприятий. То есть фактически продвижение российского нарратива в информационном и политическом пространстве Австрии и других европейских стран. Недавно западным спецслужбам стало известно, что именно в Вене российские дипломаты передали деньги киллерам за убийство своего пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Фактически Австрия превратилась на данный момент в центр оперативной работы российских специальных служб. Поэтому не случайно и то, что западные разведки отмечают резко возросшую активность российских спецслужб. Речь идет об уникальной операции украинской военной разведки под кодовым названием «Синица» – угон новейшего вертолета Ми-8 воздушно-космических сил РФ на территорию Украины. Аккуратно! Топливо течет! Вышли! Напомним, в августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов перегнал вертолет с России в Украину. 9 числа состоялся перелет. Была официальная заявка на вылет у меня. То есть я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б. Уже заранее был согласован маршрут. В момент угона с ним на борту находились штурман и боевой техник, которые не догадывались о планах пилота. И после приземления на украинской земле оказали сопротивление, в результате чего были убиты. В России против перебежчика открыли уголовное дело по статье о госизмене. А в октябре 2023 года в эфире канала «Россия-1». Пропагандисты показали анонимных офицеров разведки, которые открыто заявили, что по Кузьминову уже получен приказ. Найдем человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся. Наши руки длинные. Уже в начале этого года стало известно, что тело Максима Кузьминова с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в гараже его дома в Испании. Об угрозе для жизни Кузьминова предупреждали украинские спецслужбы. Однако российский пилот принял решение не оставаться в Украине и переехал жить в Испанию, где, по данным нашей разведки, не скрывался и вел разгульный образ жизни. В результате стал легкой мишенью для российских спецслужб. В Белгороде из-за одновременной атаке украинских беспилотников и взрывов самодельных взрывных устройств на электроподстанциях теперь блок-аут. Вот. Электричества нет, трамваи устали. Люди идут пешком. Там не работают светофоры, стоят трамваи, перебои с работой интернета. Также мэрия предупредила, что может быть нарушена подача воды. Как утверждается, без электричества находятся до 90% населенных пунктов Белгородской области. Но местные власти назвали причину блок-аута внешним воздействием. Забывают указывать, что россияне свои же бомбы сбрасывают на ту же Белгородскую область. Как пишет The Washington Post, авиация РФ сбросила на свою же область по меньшей мере 38 бомб. В распоряжении здания оказались секретные документы, в которых указаны даты таких инцидентов в период между апрелем 23 года и апрелем 24 года. Последствия, а также постановление об эвакуации и обезвреживании бомб в этом регионе РФ. Согласно документу, как минимум 4 бомбы упали на сам Белгород, а еще 7 нашли в пригороде. Белоруссия продолжает информационно нагнетать ситуацию на границе с Украиной. А еще наращивает силы ПВО у границы с нашей страной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты не исключают провокацию со стороны РФ. Все подробности в сюжете. Беларусь наращивает силы ПВО у границы с Украиной. Ну пусть тягит, он боится. Еще раз повторю, он боится. Страшно боится Украины. Он так не боится Вовы Путина, как боится Украина. Так Минобороны Беларуси стянуло дополнительные силы ПВО. Граница с Украиной объяснив это нарастанием напряженности. В частности, активной разведкой ВСУ и замеченными вблизи Беларуси подразделениями РДК. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. О нарастании напряженности в граничащих с Украиной районах заявил белорусскому изданию Белта и замкомандующего силами спецоперации по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич. Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалиции западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает всё, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия и другая техника. В Центре противодействия дезинформации Украины опровергли белорусские заявления и отметили, что всё это информационная операция России. И добавили, угрозы на самом деле исходят из Беларуси, поскольку там есть российский ДРГ. Белорусский журналист Татьяна Мартынова уверена, на самом деле Лукашенко попросту боится Украину. То, что Лукашенко боится Украину, это очевидно. Тут даже к гадалке не ходи, потому что на самом деле он прекрасно понимает, что у него нет армии, которая в состоянии сопротивляться. У него нет народа, который готов за него пролить хоть каплю крови на анализах. У него нет оружия и техники, потому что всё, что можно, он отдал Вове. И в целом у него нет защищённых границ, потому что у него нет ничего. Всё, о чём говорит и заявляет Лукашенко, как правило, блеф и неправда. Защищаться ему нечем, потому что ядерного оружия у него тоже нет. И не слушайте, пожалуйста, никого из очень разных экспертов, которые говорят, что в Беларусь уже доставлено, ничего не доставлено. Учения, они взлетают с муляжами. Они ничего не могут, не умеют, у них ничего нет. Да, строится база по Висковичам. Но сколько-то ещё свято будет продолжаться. Никогда в жизни Вова Путин не позволит Лукашенко контролировать хотя бы, не знаю, маленькую пуколку от какой-нибудь ядерной маленькой ракетки. Мартынова рассказывает, что бы ни заявлял Батько, белорусская армия проукраинская. Просто нужно понимать и не слушать тех, кто дурит вам голову про то, какой грозный Лукашенко или ещё что-то. Как говорится, запомните этот твит, белорусская армия абсолютно проукраинская. Лукашенко это знает. Поэтому он и не дёргается. Да, если вдруг Украина решит напасть, ну я сейчас условно говорю, то белорусская армия проукраинскую будет перестанет. Но если нет, то нет. Скандалы на фоне религии в России только растут. На этот раз бой между Кадыровым и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Бастрыкин на петербургском юридическом форуме высказался за запрет Никаба. Он считает, что такую одежду нужно запретить как можно скорее. И не скрыл своё отношение к исламистам, большинство из которых считает террористами, а-ля Россия для русских. Надо срочно всё это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний террор, кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести своё знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Отдельная тема не надо, я считаю, что не надо. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие этих законов нужно быть приставленным и оперативным. Но тут же на такие высказывания отреагировал Кадыров. Он попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе. И не связывать ислам с террором. Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям. Это были новости сегодня, но я с вами не прощаюсь. Уже через пару часов в программе «В тренде» я расскажу вам о том, как Кадыров хочет прибрать к своим рукам и Дагестан. Почему священники отказываются работать на Кремль. Как в Белгороде начинают просить помощь у Путина и завидовать украинцам. И как в «Единой России» придумали сажать гранатометчиков на самокаты. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...